Псалтирь 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 Так хорошо там, уютно и надёжно, как у третьего поросёнка в домике из камня. Ну что, давайте, какие же у нас, какие у вас ассоциации с этим псалмом, какие размышления? Ну, интересно, что вот здесь в скобочках псалм Давида, дальше в скобочках, прежде помазания. У меня нет скобочек. А вот у меня есть в скобочках, и некоторые исследователи, там, в частности, Крейг, например, который, ну, пишет известный комментарий на книгу «Псалтирь», вот это добавляет два слова, прежде помазания, что отправляет нас к началу пути Давида. Ну, Давид прожил очень большую жизнь, такую длинную, достаточно серьёзную, насыщенную, да. Вот, он был и пастушёнком, он был и воином, и военачальником, и беглецом, а потом стал царём, да, потом вот пережил массу разных приключений уже в сане царя, опять был беглецом, да, то есть вынужден был бежать. Вот, и здесь интересно, что если прежде помазания, вот, то о чём речь, да, то есть... Когда помазан-то он был, это ведь совсем рано. Ну, имеется, наверное, в виду его воцарение в Хевронии. А, уже фактическое. Фактическое. А не когда это было ещё в доме отца. Да, вот, то есть, наверное, в доме отца это было такое избрание, да, то есть пророческое, скорее, да, а вот уже в Хевронии он принял царство из рук, ну, по сути, двух с половиной колен, да, то есть... Коронация. Коронация, да. Ну, вот опять, да, о чём речь? Господь свет мой, спасение, кого мне бояться? Господь крепость жизни, кого мне страшиться? Это обетование, фактически, да, то есть мы даже поём очень часто эти строчки. То есть злодеи, противники, враги будут наступать, да, но приткнутся, падут. Ополчится целый полк, да, то есть тысяча человек. Эльф, дренивейское слово. То сердце не убоится, если восстанет война целая, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем. Во все дни жизни моей созерцать красоту Господне, посещать храм его. Видите? То есть получается, на самом деле, да, то есть вот то, что сделает Давид, а напомню, да, мы говорили с вами в прошлый раз, что он соединил святилище, то есть с Кинью Моисееву, с Ковчегом Завета, который попал в плен к филистимлянам, был отпущен, и очень долгое время, в общем-то, находился в доме, значит, одного из левитов, в Кириафаре о Риме, да, то есть и священники были в Новом Ви, да, то есть в третьем месте. То есть такое мы видим какое-то разобщение, на самом деле, святыни Господней. То есть мы понимаем так, что с Кинью Моисееву, как святилище, оно не вполне функционировало. Ну, в принципе, оно не могло функционировать. Но, скорее всего, что приносили жертвы все сожжения во дворе. Но, например, на Йом-Кипур не было смысла кропить на завесу, за которой ничего не было. Все благословения получал вот этот Авидар, где 20 лет хранился Ковчег. Получается, что вот евреи, то есть Израиль древний, живут как и окружающие народы. А окружающие народы, включая филистимлян, у них есть тоже свои святилища, но они проводят в основном служение жертвы всесожжения. То есть жертва всесожжения известна язычникам. А что касается там жертвы за грех и всего остального, то, скорее, что нет. Поэтому Израиль как бы растворился, получается, вот в этих всех, как бы так скажем, нарративах языческого мира. И, кстати говоря, то, что Давид, простите, возвращает Ковчег Завета, а везут-то Ковчег на телеге. На валах. На телеге. Ну да. Смотрите, как интересно. А ведь годами ранее, когда филистимляне отпускают Ковчег Господень из Филистии, то есть из городов, то они тоже отпускают на чем? На коровах запрягли тоже, да, телегу. На телеге, в колеснице. Коровы в качестве там же движущей силы. А ведь это языческий способ почитания божеств. Идола всегда водружали на колесницу, ну, на телегу, да, нашими словами говорят. И вот, значит, там какой-нибудь телец или... Ну, лошадей на самом деле как бы на тот момент было крайне мало, или их не было вообще, вот, в основном, конечно, это быки. То есть они вот тянули эту самую телегу, на которых никто ни разу не пахал. Ну, то есть имеется в виду прям вот не тронутые. Освещенные для этого дела. Освещенные для этого дела. Это языческий культ. То есть, понимаете? Ну, то есть это было известно. Это было известно. Поэтому-то Господь так и сказал, что вот так не нужно. Это было известно. То есть вы поймите, что делают евреи, левиты, ну, опять евреи, ну, скажем, Древний Израиль, они делают то же самое. То есть получается, что и им это известно, что делают окружающие народы. Скорее всего, что к этому моменту они тоже участвуют в различных, ну, вот этих вот культах, да, то есть Ваалу или там Астарта и так далее. То есть это все, вот это их практика, ну, реальная. А вот то, что надо, чтобы на самом деле Ковчег за это находился в святилище, то есть в Скинии Моисеева, у них как-то в это не стрельнуло в голову ни разу. То есть по идее бы за эти годы, да, то есть что должны были сразу сделать израильтяне? Ну, вот они получили обратно Ковчег Завета. Сразу его внести во святое святых отделение Скинии Моисеевой, чтобы все это как бы воссоединилось, и культ бы там проходил. Какой? Согласна. Какой культ? Тот же Йом-Кипур. А получается, что они во дворе, это скорее всего, жертву-то приносят, да, но эта жертва какая во дворе? Все сожжения, понимаете, да? То есть вот здесь мы сталкиваемся, скорее всего, между строк, можем прочесть, что, ну, как бы Израиль уже, так сказать, не в полноте проводит, да, вот то, как в книге Второзаконие, в книге Исход, в книге Левит описывается служение во святилище Моисеева. И восстановит, кстати говоря, вот, в полноте это служение только Давид. То есть даже Самуил этого не сделал. А когда он это восстановит? Когда на его глазах погибнет Оза. Они прекратят движение, а потом он спросит, как нужно, что в девчонке ошибка была, как мы-то читаем в книге. Напомним, Оза, который прикоснулся к Ковчегу из добрых побуждений. Ковчег, да, попал, видимо, в яму, вот, вернее так, телега попала в яму, Ковчег, видимо, начал сползать или падать, и Оза как сопровождающее лицо, ну, подстраховал, поддержал, и тут же пал замертво на месте. Вот. И это, конечно же, ну, было явным знаком неодобрения Божьего. Человек, который входит во святое служение и падает замертво. Мы вспоминаем историю Надава и Авиуда, которые чуждый огонь внесли во святилище, они тоже упали замертво. Хотя явно не хотели чего-то плохого. Но это другой вопрос. То есть получается, что вот тут начинает интересоваться Давид, а как оно бы надо было бы на самом деле, и, видимо, прочитал, свитки, скорее всего, какие-то сохранились, или это в устной торе, и он знакомится с тем, а как это правильно вообще нужно проводить. И тут, конечно же, нести Ковчег нужно было на плечах, на шестах. Вот. То есть мы видим, что совершенно другой ритуал. И вот теперь Давид начинает делать то, как написано, и всё, чтобы было правильно. И он воссоединяется святилищем, и он возобновляет служение. Это очень интересный момент. То есть мы видим, что, опять же, Давид здесь и говорит, о чём бы он мечтал, чего бы он хотел. То есть он хотел бы, чтобы пребывать в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господнюю, посещать храм его. Ибо он укрыл бы меня в скине своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаённом месте селения своего, вознёс бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы моя голова над врагами, окружающими меня. И я принёс бы в его скине жертвы словословия, стал бы петь и воспевать пред Господом. То есть опять мы что видим, его самое великое желание. А желание, чтобы храм сфункционировал правильно, чтобы в храме проходили жертвы, проводились, чтобы в храме он готов участвовать в качестве певца. Да, то есть в качестве словословия. Но всё это будет говорить о неком таком красивом служении, очень красивом служении, где, собственно, и спасение его, лично Давида. Потому что он ощущает, что когда он находится вот там, вот в скине, когда он в служении, тогда, какие бы враги ни пришли, Бог может на скалу его вознести, он в потаённом селении скрыт, это Бог всё может сделать. Но враги его не коснутся. Потому что храм, святилище является центральным местом истории и всего народа. Говорим о врагах. Вот в первом тексте опять, если вернуться, я не убоюсь. Кого мне бояться? Кого страшиться? Ну, а кого человеку бояться вообще? Ну, вот мы берём наше время, которое мы живём совершенно иначе, не как Давид у нас, никто не бегает, чтобы убить нас. А тут написано, злодеи, противники, враги наступают пожрать плоть мою. Кто сейчас наши враги? Кого нам бояться? И что должно поменяться, когда человек прочёл первый текст? На каком основании всё-таки? Что в нём происходит? Что он перестаёт бояться? Ну, друзья, всё-таки не согласен я с тем, что нет врагов. Враги всегда появляются. А я поэтому спрашиваю, ну, а кто сегодня? Это не совсем то, как у Давида. Немногие переживают подобные опыты. Ну, кто-то находится на территории военных действий. Это да. И он вполне себе переживает подобный опыт. То есть говорят, что в окопах нет атеистов, а значит, в окопах люди обращаются к Богу и совершают молитвы, и на небеса взирают, наверное, с надеждой, что как-то вот снаряд мимо пролетит. Ещё что-то произойдёт, но человек жив останется. Но вот эти люди, более всех остальных, поймут этот псалом наиболее близко к переживаниям Давида. Основная же масса воспринимает это как-то немного вот как... Но опять, и в мирной жизни, да, там, где нет войны, появляются враги, которые пытаются отжать собственность, квартиру, бизнес, машину, пытаются там напасть или что-то ещё. То есть этого всегда много. Вот. И мы знаем, что те люди, которые, например, занимаются бизнесом, они титанические усилия прикладывают, чтобы обезопасить себя, да, то есть вот и юридически, и там, я не знаю, просто от бандитов, от жуликов, да, то есть или просто, извиняюсь за грубое слово, дурака какого-нибудь, да, то есть человек, который, ну, обладает там хоть каким-то там капиталом или доходом, он всегда думает о безопасности. Вопрос безопасности – это вопрос номер один. Как только появились деньги, как только появилось нечто, человеку есть что терять. А значит, сразу решается вопрос, самый главный вопрос – безопасность. А здесь, ну, как бы, видите, Давид утверждает, что, ну, как бы, если есть служение, и он участвует в служении, этот вопрос закрыт. Он не спрашивает, он утверждает. Вот в чём дело. То есть человек, у которого нет ничего, бояться нечего. Только ему нечего бояться. Но, тем не менее, вот мы говорим сейчас, если человек, скажем, в храме, значит, у него нормальные отношения с Богом, он в мире с Богом, бояться нечего. Но до этого, прежде ещё, мы говорили о том, что, как бы ни был человек праведен, проблемы в его жизни наступают. Так что, тоже, предыдущие ваши заявления не следует воспринимать, как я в мире с Богом, это гарантирует мне покой. Полнейший, да? Ну, ни в коем случае, да. Внешний. Безопасность – да. А вот так, чтобы я буду абсолютно спокойно и блаженствовать, и сотня в день – нет. Ещё хотелось спросить, значит, здесь мы закончили шестым текстом, да? И вот здесь, со следующего текста «Услышь, помилуй, внемли, и не скрой лица твоего». И возникает вопрос, каковы причины сокрытия лица? «Вот не скрой от меня лица твоего, не отринь во гневе раба твоего, не отвергни меня, не оставь». Каковы причины, что Бог может отвергнуть, оставить не только Давида, а вообще любого, вот кого-либо из наших слушателей? Но грех – это первое, что разделяет человека с Богом. И, конечно, здесь вопрос такого глубокого покаяния стоит вопросом номер один, да? Ну, тогда я сразу уточню. Я согрешил, Бог отринул меня или что? То есть грех непокаянный или как? То есть если я понимаю, что я согрешил, мне вообще к Богу-то идти, если грех – это разделение, то куда я иду? Ну, смотрите, то есть получается, что грех в любом случае, ну, совершенный, он тянет за собой какие-то последствия. Так же ведь? Ну, вот если проиллюстрировать на примере того же Давида, да? То есть Давиду понравилась купающаяся женщина. Он воспользовался своим положением, и дальше пошли последствия, то есть муж. У него беременность. Муж на войне. То есть как это все решать? Он пытается решать эту проблему, да, каким образом. Позвал его и говорит, иди к жене. Понятно, что за этим стоит. За этим стоит, чтобы там были интимные отношения, и беременность могла бы сказать, ну, вот, все, ты приехал в Обск, теперь у нас ребенок, поздравляю. Причем надо быстро все провернуть. Ну, да. Вот. А он оказался верным, то есть, видимо, идя на войну, они дают клятву, что вот мы, то есть все, как товарищи в боевые, воздерживаемся от каких-либо интимных отношений, для нас только война. И все, его верность приводит Урии, да, Тиянин к чему? К тому, что Давид просто его убивает. То есть, вот это как снежный ком, да, то есть, один какой-то совершенный грех, тянет за собой другой, потом третий, потом четвертый, пятый, и все, и понеслась. А собирался ли он это делать? Наверное, не собирался. Ну, до того, как в окошко посмотрел, наверное, нет. Наверное, не собирался. Значит, каким-то образом он пытался, ну, думал, как он будет выкручиваться из этой ситуации. То есть, и что получается, да, то есть, разделение с Богом? Ну, в данном случае, конечно же, вопиющее. Причем, при его активном содействии, Давид прям старался, будто бы, разделиться. Ну, да, то есть, одно дело вот с женщиной, да, то есть, он как-то вступил в отношения, а другое дело, что начал мужа убивать. Да, то есть, пошел сознательный грех такой, спланированный. То есть, получается, что на каком-то этапе, да, то есть, вот, а где же его духовный опыт, а где же все это время, когда он поет Богу псалмы, когда он там с Голиафом сражается от именем Господа? Мы же видим, что у него есть отношения с Богом. Мы видим, что отношения тесные, крепкие, интересные, глубокие. И тут как будто бы помутнение, и все, и то, что он дальше делает, с таким же напором, в общем-то, это никаким образом не коррелируется с отношениями с Богом. Вот, то есть, мы видим, что во грехе он тоже очень изобретателен. Ну, так что же, этих отношений нет в этот момент? Вот и получается, да, что наступает какое-то затмение. Вот такое слово очень. Подходящее. Подходящее. Затмение. Как будто бы глаза закрываются, как будто бы вот он во власти не такой страсти, что он совершает поступки, даже не раздумывая о том, что он делает. А последствия-то приходят. В любом случае. Ну, во-первых, это все на глазах людей, его собственных слуг, да, то есть, которые это все видят, которые это обсуждают, которые, ну, и приход Урии понимают, они же тоже ведь не глупые, и наверняка слышат приказ идти в дом, и он не соглашается, Урии второй раз не соглашается. И убиение Урии наверняка же они понимают, поэтому на фанпрах приходит, и когда он это все, его обличает, то есть, для Давида же, ну, не то чтобы, да ты что, да я-то вообще-то другое имел в виду, он же такое не говорит. То есть, он все понимает, то есть, что он сделал неправильно, да, то есть. Но одно дело, когда он сделал грех с Версавией, это помутнение, а следующий грех, это расчет. Ну, это помутнение, все еще помутнение, до тех пор, пока Бог не обнаруживает себя, как? Ну, вот, если бы прилетел сразу кулак бы с неба, да, так бабах, как какой-то метеорит в дом врезался, все бы взорвалось и сгорело, ну, вот было бы понятно, такого не происходит. И к помутненному человеку, который находится в отношениях с Богом, кстати, в дружеской, приходит пророк, то есть, не метеорит, не враги, войско не терпит поражения, да, хотя, казалось бы, могло бы потерпеть поражение. Приходит на фан пророк и говорит, что вот, ты достоин наказания. То есть, по сути-то, это Божья рука-то простерна, не ударить, а поднять. Вот и получается, да, что Божья рука-то простерна, поднять, но Бог говорит еще о том, что вот у него будут проблемы. Мы знаем, что четыре сына, в общем-то, что погибло, да, у Давида в этом случае. То есть, последствия все равно его настигают. И он знает о том, что, ну, как бы, помните, что он постится, что он молится сутками, и фактически, ну, ребенок-то родился. То есть, как минимум, сколько прошло? Девять месяцев. Ребенок родился, и вот теперь он умирает, этот самый ребенок, и только после того, как ребенок умер, обратите внимание, что Давид стал пировать, ел, пил и так далее. Все спрашивают, что случилось? Слушай, ты как-то все равно наоборот действуешь. Наоборот, теперь надо плакать, ребенок умер. А он пирует. Почему он пирует? Больше я ничего не могу поменять, как он объяснил, что теперь плакать. А значит, Бог наказал все. А если Бог наказал, значит, грех не... Искуплен. Искуплен. Но только не его жизнью. Жизнью ребенка. Но жизнь дитя все равно, это же его дитя, да, то есть, ну... Здесь может появиться ощущение, что оно отдано в жертву за грех отца. Может появиться такая мысль. Вот у меня она появилась. Я, кстати, никогда не представлял, что ребенок несет наказание за грех отца, потому что написано, что такого быть не должно. Да, но при всем при этом у греха есть последствия. И скорее всего, когда этот ребенок умер, то это же все на глазах у двора. То есть, это на глазах услуг. Это у людей, которые не последние люди. Те, которые прислуживают царю, это люди элита в авторитете. И вот теперь они что наблюдают? Да, такое страшное происшествие, грех совершил их царь, но смотрите, у этого есть последствия. Какое? Ребенок умер. А значит, грех Бог что? Не одобряет. Значит, грех, который совершил Давид, он за рамками Божьего благословения находится. Хотя сам Давид, сам Давид, то он по-прежнему человек по сердцу Божьему. Ну и возвращаясь, у нас не так много времени осталось. Вопрос, который я задал, каковы причины сокрытия лица Божьего? Вот мы описали ситуацию, где в этот момент Бог отворачивается от Давида и скрывает лицо, и где поворачивается к нему. Но получается, что мне, ну вот как мне кажется, то есть не прямое не влияет, так скажем, давайте так по-другому скажем, то, что Бог напрямую не вмешивается, ну все что угодно же могло произойти, да, то есть вот так мы предположим. Вот послал кого-то же, какого-то слугу к Версавии, Давид, так же ведь? Ну ведь, я не знаю, там собака большая, да, там могла набросить, да, споткнулся, упал, простите, там головой в какой-нибудь косяк выехал, так что, что-то кровь начала течь, но ты понимаешь, что вот, ну, то, что тебя что-то остановило, да, побежал к этой женщине, не рассчитал стремительности бега и по лестнице к кубарям, так что, руку поломал, да, то есть, ну там еще что-то сломал. Это мы о посланцах? Или о посланцах, или о самом Давиде, да, а этого ничего не происходит. Лишить возможности согрешить. Да, то есть, лишить возможности согрешить. А тут посланец сходил, девушку пригласил, тут у них все хорошо получилось, могло уже не получиться, да, тоже по каким-то причинам. Все получилось прекрасно у них в отношениях с этой девушкой. Вот, то есть, что это такое? Бог не вмешивается и дает. Бог не вмешивается. Бог как будто бы стоит в стороне. Он дает этому греху, что совершится. Вот в чем все. Так в этот момент Господь-то отвернулся. Но может быть, да, может быть, да. Вот если он говорит, не скрой лица, ну, во-первых, конечно, чтобы ты вообще меня слышал, чтобы я был уверен, что меня слышал. А может быть еще, ты смотри, пожалуйста, за мною, как бы я чего не натворил. И если уж я буду делать не то, не отворачивайся, а бери меня за шкирку и возвращай. А ведь если Бог отвернулся, да, то есть, что получается? От этого поступка Бог отвернулся, тогда вот вслед за этим приходит не только, да, то есть, смерть с ребенка, но и, может быть, враги придут, которые царство могут забрать. Страшно? Ситуацию, как вы описали, там еще и проступка-то не было, только намерение. Только намерение. А Господь как будто бы уже отвернулся. Да нет, наверное, как-то обличал его в совести. Вот, и приходит пророк Нафан. И когда приходит пророк Нафан, то тогда это что? Вот здесь уже Бог что говорит, да, то есть, ему. Давай мириться. Да, что ты сделал, что ты сделал. Может быть, Давид не был в состоянии услышать голос совести. Почему? Потому что страсть ослепила, да, то есть, голос в этом случае совести уже замолчал. Может быть, конечно, были мысли, что ты делаешь, зачем тебе это надо, там вот ты подумай, что с семьей, что с воюющим войск. Но вот эта страсть пересилила, то есть, сила страсти велика. Ну, тогда приходит уже пророк Нафан. тяжёлые ситуации. Тяжёлые ситуации. Я вот по всей нашей беседе, вот начинается псалом «Кого мне бояться?» и по всей нашей беседе делаю вывод такой. Бойся Бога и заповеди соблюдай, ибо в этом всё для человека. Но, скажем так, стоит бояться Бога, чтобы больше не бояться никого. Ну да. Потому что если я богобоязненную жизнь веду, я действительно нахожусь, как я вначале сказал, я в домике, и там светло, и там всё хорошо. И не нужно выглядывать в окна, в чужие спальни и ванны. Поэтому... Псалом закачивается очень интересно. Я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твоё, и надейся на Господа. Чтобы не бояться никого. Он заканчивается очень оптимистично. Какие бы ни были враги, какие бы ни были обстоятельства, то есть Господь всё равно что будет защищать. На этой оптимистичной ноте, дорогие друзья, мы расстаёмся с вами. Сегодня мы обсуждали Псалом 26-й. До новых встреч на обсуждении 27-го Псалма. Юрий Михайлович, благодарю и вас за ваше участие в наших программах. До новых встреч. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова